Добрый вечер. У меня такое ощущение, что все уже на исходе сил. Нет? Я хотел Артем поблагодарить за подачу. И в этой подаче даже три момента. Во-первых, последний был двигатель. А я буду рассказывать про молекулярные двигатели. Во-вторых, это был вечный двигатель. Первый вечный двигатель я увидел в возрасте пяти лет. Такое было большое колесо с грузами. Он так скрипел и крутился легко, впрочем, но останавливался в конце концов. Еще один вечный двигатель я видел уже в возрасте около пятидесяти. Там получалась такая штука, что очень эффективно горел уголь. И так получалось, что можно было подобрать режим горения, что никакая химия такой энергии не выдает. Ну, не выдает, потому что запрещают это законы. Но вместе с тем это было меньше, чем если это был бы какой-нибудь ядерный распад или синтез. И таким образом получалось, что автор открыл какое-то новое явление. Ну, ему пытались сказать, что тут народ-то работал, явление-то уж нашли бы, наверное. Он говорит, ну что же, вот, значит, прозевали. Ну, поехали посмотреть установку. Приехали. Очень аккуратно все сделано. Вообще-то он по углям специалист был очень крутой. Стали смотреть, графики показывают. И тут-то меня поразила такая забавная штука, что когда вот у него режим вот все лучше и лучше и лучше, то почему-то выходит у него эта энергетика на круглую цифру, 500 ватт. Ну, я так сразу задумался, это Господь-то не знал нашей системы Си. Чего бы ему 500-то ватт делать? А такие круглые цифры обычно бывают в стандартах. И тогда я стал искать какой-нибудь электрический прибор с мощностью 500 ватт. И я его нашел. Это был двигатель вентилятора. Значит, вентилятор крутился, немножко грел воздух. А специалист хороший, он, нагрев этот, сумел измерить. И поэтому получилось, что он измерил вот то, как работает двигатель, а не открыл никакого нового явления. Мир был спасен, ну и мы стали дальше легко и нормально работать. Была у меня история еще и с двигателем. Я забыл, как это называется, последнее-то ведро-то. Ну, там было не с ведром, там было со взвешиванием души. Значит, люди взвешивали людей, ну вот непосредственно перед тем, как они испустят последний дыхание после того. И у них получалось, по-моему, 27 граммов, что ли. Вот, замечательная цифра. Не знали, на кого напоролись. Дело в том, что, когда я был молодым, я измерял то, как работает сердце, и даже делал это в космосе. Ну, вот сейчас я не решился бы, а тогда вот сделал машину, кучу бумаг там всяких, трудно было. Ну, и измерил. Так вот, величина силы, которая действует от работающего сердца, это по-разному бывает. Ну, там грамм 150, даже полкило может быть. От обстоятельств зависит. И причем вот где-то около полутора веков назад некто доктор Гордон людей взвешивал и старался сделать это очень точно. И когда он делал точные часы, у него, ой, весы, извините, у него стрелка-то колебалась, он никак не мог точно померить. Потом сообразил, что это он измеряет работу сердца, очень обрадовался. Так он открыл баллистокардиографию. Ну, условно, вот люди, которые мерили еще неумершего человека, они так точно мерить не могли, сердце-то работает еще. И оно, поэтому так точно зависеть нельзя. Ну, да я отвлекся. Мы сейчас будем говорить про двигатели. Это двигатели молекулярного уровня. И для двигателя характерны две вещи. Вот о чем мы должны помнить для любой машины. Во-первых, она должна преобразовывать некую энергию в некое регулярное движение. Это раз. И второе, если вы хотите использовать эту машину, у нее должно быть управление. Вот, например, почему Можайский не изобрел самолет, а братья Райт изобрели? Потому что у него управления не было, его летучка летела куда хотела. А братья Райт сделали нормальное управление. Поэтому это был самолет. Вот здесь показаны три человека. Их имена вы тоже можете прочитать. Которые получили Нобелевскую премию за то, что они создали молекулярные двигатели. Будьте добры, следующий совет. Или я сам могу, что ли? Вот их наградили премию за разработку и синтез молекулярных машин. Следующий. Можно я буду вас спросить? Не хочу. Каждый из них изобрел свой тип машины. Вот профессор Саваш, он изобрел так называемые молекулярные замки. Надо сказать, опять-таки, к удивлению, что когда мы в 10 классе проходили химию, то один из мальчиков, когда нам показывали устройство бензольного кольца, все спрашивало, почему их вот так нельзя сделать. Это было давно, это было в 64-м году. Так вот здесь вот так и сделано. Но одно дело там, что пришло в голову, а другое дело то, что это большая, очень серьезная работа. То есть суметь замкнуть в кольцо вот такие сложные молекулы, это действительно труд. Следующий, пожалуйста. Стоддарт, он, кстати, рыцарь, сэр Стоддарт, он изобрел другие машинки. Видите, у них вот концы заглушены, а вот это среднее колечко, ну, через молекулу устроено, оно умеет перемещаться. Причем это перемещение происходит, когда у вас меняется... Вот тут-то тоже молекулы, и тут. Вот когда немножко эти молекулы или эти меняются, кольцо ездит туда-сюда. Его можно еще и завращать. То есть это такие нормальные, как они названы в обиходе были, нормальные такие молекулярные челноки. И, наконец, последний. Это Ференга, он голландец. Я, кстати, частенько проезжал мимо города, где он живет. Он живет в Грюнингене. Он вот изобрел настоящую вот эту самую машину четырехколесную, которая умеет ездить по золотой подложке. Это настоящая машина, потому что она управляема. Дело в том, что здесь есть вот такие углеродные связи, которые могут распадаться частично под действием оптического излучения. Правда, ультрафиолетового, довольно жесткого. И тогда получается, что вот эта машина, когда такие связи распадаются, она начинает свои колеса крутить и нормальным образом ездить. Вот таким образом изобретены были три машины. Эти машины, вот особенно последняя, она вот обладает свойством преобразовывать энергию в регулярные движения. Она едет неким образом. И самое главное, что вот эта машина, в отличие от двух предыдущих, она хорошо управляема. И она работает со страшной скоростью. Я уже даже забыл, сколько там оборотов в секунду, но это идет о многих-многих тысячах, куда-то там под миллион. Следующий, пожалуйста. Давайте это пропустим, потому что уже тяжело. Вот тут английский язык. Вот эту картинку, это первый из лауреатов, француз. Эту картинку я специально здесь показал, потому что вот тут нарисована природная машина, природный молекулярный двигатель. Дело в том, что в природе таких двигателей довольно много. Вот этот двигатель, который вы видите, он называется мышца. Следующий. Пожалуйста, спустите. Сейчас вы увидите, как устроена мышца. Вот это похоже на бицепс. Он состоит из совокупности пучков. Пучок из волокон, а волокна из фибрил. Приостановите. Ну ладно, пусть ей. Вот это, это то, что вы видели на картинке у профессора. Узнаете? Можно паузу сделать? Вот смотрите, что это такое. Вот это сделан, ну такой букет или веник из молекул миозина. Миозиновая молекула – это такая вот рогулька. И у нее вот эти рога, они устроены таким образом, что они шевелятся, когда потребляется аденозин-трифосфорная кислота. Это довольно сложный процесс. Вот. В результате вот эти головки начинают шевелиться, а здесь вот другой белок, скручены две нитки белка глобулярного, он называется актин. И вот эти головки начинают с активным взаимодействием, цепляются так вот за него, и мышца задвигается. Спустите дальше. Видите, что происходит? Вот они въезжают туда-сюда. И мышца сокращается. Давайте дальше. Следующее кино. Видите, как это происходит? Вот эти вот головки миозина, они цепляются. Параллельные волокна актина и миозина скользят вдоль друг друга, когда мышца расслаблена, волокна растянуты и соединены только в концевых отделах. Мышца сокращается, когда эта связь размыкается, и волокна вместе скользят обратно и фиксируются в сокращенном положении, связанной теперь на гораздо большем участке. Образование и разрушение связей требуют энергии, поступающей от АТФ. То есть в каждом из нас этих машин миллиарды, их очень много, и они работают. Кстати сказать, это действительно молекулярные машины, и для них можно строить теорию. Но вот когда я занимался этой биомеханикой сердечной, мне жутко захотелось понять, как это все работает, как работает мышца. И удалось написать некую теорию антитермодинамическую, которая объясняла, какой должен быть предельный КПД у мышцы, и от чего этот КПД должен зависеть. Оказалось, что это удивительно напоминало классическую формулу для паровой машины, у которой КПД определяется разница температур между холодильником и нагревателем. Ну, вы знаете, там есть нагреватель, который нагревает пар, и если там дальше происходит охлаждение до определенной температуры, то вот это отношение этих температур определяет коэффициент полезного действия тепловой машины. Чудо оказалось в том, что формула для мышцы имела точно такой же вид, но вместо температур стояли скорости, предельная скорость движения мышцы, свободной, и скорость движения мышцы при той величине нагрузки, которую ей предъявляют. Вот оказалось, что это таким образом забавно зависит. К удивлению, не удалось опубликовать эту работу, потому что это были биологические журналы, они никак не понимали, что машина не обязательно должна быть тепловой, если она термодинамическая. Это была механо-химическая машина, и просто среднестатистические характеристики, которые всегда определяет КПД, они оказались связаны со скоростью. Ну уж, время прошло, теперь все понятно. Давайте посмотрим следующее кино. На каждом мышечном волокне имеется окончание двигательного нейрона, который называется нервно-мышечным синапсом. Во время проведения нервного импульса в синаптическую щель выделяется медиатор ацетилхолин, который вызывает деполяризацию мембраны мышечного волокна. Электрическая волна передается на эндоплазматическую сеть, в которой открываются кальциевые каналы. Ионы кальция выходят в цитоплазму мышечного волокна и через молекулы-посредники стимулируют взаимодействие актина и миозина. В результате актин может взаимодействовать с миозином. Молекула миозина похожа на клюшку для гольфа. Она имеет головку, шарнирную шейку и хвост. Головки миозиновых нитей присоединяются к актиновым центрам и постепенно продвигают их к центру. Таким образом, длина нитей актина и миозина остается неизменной, а укорочение мышечного волокна является результатом продольного смещения толстых миозиновых и тонких актиновых нитей друг относительно друга. В результате взаимодействия миллионов таких нитей мы совершаем любые произвольные движения, а наши внутренние органы могут изменять свою форму. Я это показываю для чего. Вот вы слышали, там должно произойти то, там кальций из цистерна выйти, дальше тропами озин сдвинуться и так далее. Это я к тому, что, несмотря на то, что основной механизм ясен, наполно прибамбасов должно быть, которые обеспечивают регулируемые движения. Поэтому вот с этими молекулярными машинами искусственными еще жить да жить, потому что научиться ими управлять и поручить им какие-то дела, это отдельная сложная задача, может быть даже сложнее, чем сделать эти машины. Сейчас покажу еще одну машину, от которой мы все страшно зависим. А, нет, секунду. Забыл про этот слайд. А вы пустите кино-то? Нет, 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 кино пустите, там очень важно. Это машина, которая есть в мозгу. Вот что сделали. Это выбросили молекулы миозина, ну вот эти с рогульками, вот, и выбросили эти... Ну что же они как тянут-то? А вот, выбросили актиновые нитки. И вот они начинают взаимодействовать, во сколько у них есть конечные массы. Смотрите, что будет происходить. Видите, он вот это протаскивает. Это натуральный опыт, это все можно видеть. Вот у меня есть коллега, знакомый московский, Андрей Цатурян. Он такие штуки вот умеет делать. Видите, ползет. Значит, в мозгу, в нейронах оказываются вот эти активные нитки проложены, ну, примерно как рельсы трамвая номер два. И по этим рельсам вот эта молекула ползет и что-то с собой тащит. Таким образом обеспечивается питание нейрона. Нет питания, нейрон не думает. Эта машина тоже живет в нас. Следующее, если можно. Вот эта машина страшно важная. Эта машина есть в каждом нервном волокне, причем их много. Это канал, через который проходят ионы, благодаря которым распространяется электрический импульс, несущий информацию в нервах. Смотрите, как это происходит. Это вот эта розовая штука, ее плохо видно, это такой тоннель, сделанный из макромолекул. Поведение этого тоннеля такое. Он может менять свой размер от разных обстоятельств и от того, какой там диаметр проходной, проходят одни или другие ионы. Таким образом, это такая сортировочная машина, которая обеспечивает прохождение правильных ионов через мембрану волокна, и это приводит к тому, что у нас обеспечивается проведение нервного импульса. Я думаю, можно остановить. Увидели, как это происходит, да? Как он это сортирует. Следующий. Ну, вот здесь показана куча всяких модификаций машин. И это, пожалуй, все, что достаточно, чтобы понимать, что люди сделали очень крупную работу, что они там в каком-то смысле повторили деяния природы. И поэтому, конечно, это очень заслуженная, совершенно оправданная Нобелевская премия. Я сейчас проверю, сколько у меня осталось. Ну, у меня еще времени достаточно, поэтому я могу задать вопрос. underscoreдородородородородородородородородородородородородородородородородородородородорородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородородород